СПАСАЙТЕСЬ! Привет! С вами Доминик Джокер, ведущий шоу «Без башни». Шоу, в котором участники совершают самые неотдуманные, самые безбашенные поступки, только для того, чтобы вас слегка повеселить. И сегодня мы с вами увидим... Ну-ка, не целуйтесь здесь. Доброе утро. Девушка, вам не холодно? Нет, ну холодно же, правда. Ну я чистую сердце. Ну я серьезно говорю. Нет, ну абсолютно серьезно. Нет. Рельсы-вельсы, шпалы-шпалы. Ехал поезд запоздалый. И с последнего вагона вдруг посыпался горох. Я посплю чуть-чуть, ты возбудил, когда я таял. Потому что нравится. Потому что нравится. Не нравится. Потому что мама с детства кормила. Получается, если не получается, он дал. У меня в руках кубок, который получит самый безбашенный, самый смешной и, что самое главное, самый удачливый участник сегодняшней программы, определить которого предстоит не менее одиозным и безбашенным представителям отечественного шоу-бизнеса, нашему уважаемому жюри. Итак, я представлю. Антон Камолов. Станислав Дужников. И Валдес Пельш. Вот он, тот самый кубок, который предстоит вручить. Хочете пригласить сюда нашего первого участника? Говорят, что если предложить ему морковку, можно запросто получить вкачан. На сцене злой заяц. Привет. Здорово. Очень рад тебя видеть. Ну, рассказывай, как дела? Все плохо. И меня это чертовски радует. Ты знаешь, я прям несколько удивлен. Ты настоящий, настоящий злой заяц. Скажи, что делал на этой неделе? Знаете, белый пушистый зайчик вызывает улыбку и доверие на улицах, да? И меня это чертовски злит. Во-первых, я ненавижу людей. А во-вторых, я ненавижу людей. Кстати, ты относишься к категории людей. О, это только внешне. Ну, конечно. Ну что, посмотрим? Давайте. Улыбнись. Не отвлекайся. Не думай о плохом. Улыбнись. А ну, поднимись. А ну, поднимись. Не негативить только. Я не люблю позитивных людей. Я негативный. Я сам изъезжаю. Не стой спиной. Смотри вперед. Не отвлекаемся. Ну-ка, не целуйтесь здесь. Доброе утро. Ну-ка, не бей его и не улыбайтесь. Ну-ка, не... О, грязная грязь. Как я запачкался. У вас есть морковный фреш? Оу, как у вас тут грязно, а? Нигде нет морковного фреша. Оу, правильно, бабуля, правильно. Убирай, убирай. Оу, попытка номер два. Не-е-е. У вас есть морковный фреш? Да. Ушел отсюда. А где приходит? Оу, что такое? А где выход? Что? Оу, вот. Я тебе поможу. Оу, оу, крейти бабуля. Здрасте. Как день у вас прошел? Что ты хочешь, короче? Узнать хотел, как день прошел. Ну, что, тебе трудно ответить, как... Дверь закрой. Здрасте. А сколько времени, подскажете? Сигареты 20. А какого года машина? Так, чего надо, говори. Купить хочу такую машину. Закрывай. Не, ну сколько взяли, скажите хотя бы. 700 тысяч она стоит, новая. О-о-о, богатый дядька. Здрасте, как день прошел у вас? Нормально, что надо? Ну, хотел узнать, как день прошел. Ну, что, ты меня убить хочешь, что ли? Угадай, кто. Коля. Какой Коля? Коля. Ушки, у кого ушки? Заяц. Заяц, заяц. Ты что, больной? Т Заяц. Та-дам! О-о-о! Дорогу, дорогу, дорогу! Дорогу! Оп-оп-оп-оп! Дорогу, дорогу! Дорогу Дорогу Оп, кого-то по попке Ну что, а по-моему неплохо Неплохо? Да это круто, чувак А что ты таким голосом разговариваешь? А в чем дело? Ну ты меня бесит, например Вот именно поэтому я так и разговариваю Его ничего не исправит Друзья, у меня вопрос к нашему уважаемому жюри Вы посмотрели первый ролик Антон? Мне кажется, любой самый злой заяц рано или поздно Будет радовать людей врагу, как минимум Мне из всей нарезки Мне показался забавным первый розыгрыш Где на эскалаторе с этой штукой Получил шариком надувным, а все равно идешь и улыбаешься Это же самое главное в розыгрыше Ага Паспорт, когда мы попадали в такую ситуацию Как попал наш герой из лифта? Да, попадал Я частенько в такие лифты попадаю Вот именно поэтому я думаю, вот так и сказали Куда-нибудь или кому-нибудь Ну что, это был злой заяц Аплодисменты, друзья Как говорят в Швеции Як ёбер поёбет Что, скажем так, в дословном переводе означает Я работаю на работе Нашей следующей участнице Эта тема не грозит вообще Потому что она, Алена, безработная Встречайте Привет, Алена Привет, привет Привет, привет Садись, садись Рассказывай, как дела Что происходит в жизни твоей, расскажи Чего нового? Ну вот, меня недавно уволили В смысле? Для того, чтобы уволили, нужно где-то работать Я пытаюсь Кем ты работала? Кем я только не работала Учителем, официантом, продавцом, мерчендайзером И это только на этой неделе А вчера я устроилась работать в салон красоты Ну и как тебе? Я хотела бы тебе показать Друзья, смотрим Алена Безработная Привет Привет Я Алена Безработная Сегодня я работаю парикмахером в этом прекрасном салоне Надеюсь, что у меня все получится Девушка, очень туго Да, туговато Сейчас Что делать? У вас нет брызгопа Да я так по старинке Ну да, Андрей, лучше в другое место Как будем стрижься? Ну у меня только кончики чуть-чуть Да, нет Вот так? Нет Поменьше Поменьше Еще поменьше? Еще поменьше Вот так где-то, да? Ну вот так где-то Где-то вот так Где-то так Девушка, ну вы, может быть, накидку накинете? Точно Забыла Накидку-то я и забыла Сейчас сделаю из вас красавицу Ой, я очень надеюсь Ну прям чуть-чуть, ладно? Чуть-чуть Извините Что вы делаете? Как? А вы разве не побриться пришли? Да мне постричься нужно Ой, вы понимаете, я просто только брею А постричься-то к другому мастеру Слава Богу Что хотите? А можно мне волосы выпрямить? Выпрямить, хорошо Ножницами или машинкой? В смысле? Мне выпрямить? Я поняла Ножницами или машинкой? Знаете, я, пожалуй, пойду Ой, ой, ой Приступим Прекрасно Что вы делаете? Ну как, я же вас побрить хочу Я же просил бородку мне немножко подстричь Бородку? Извините, вы знаете, я только голову могу вам побрить Оборотка, это к другому мастеру Извините, пожалуйста Извините Я к вам хочу Ну вот, сейчас я договорюсь с другим мастером А с вас, с вас пока 300 рублей За что? Вот за это? Ну за это 300 рублей? Ну я же вас погладила Погладила? Конечно Ну хорошо, сделаю вам скидочку 290 Ну вы что, с ума сошли Почему я с ума сошла? Я вообще-то работаю Вы мне пену вытрите сначала Чудно вы делаете все Если вы думаете, что вы лучше можете, вытерите сами Ну вы что? А перед стрижкой не хотите массаж головы расслабляющей? Ну давайте Это будет очень даже не плохо Рельсы, рельсы Шпалы, шпалы Ехал поезд запоздалый Из последнего вагона вдруг посыпался горох Извините Ну как стрельф, очень-очень Ну, как стричься будем? Я хочу каре Каре? Ага, ну давайте начнем с того, что голову помою Проходите Я не помню, где рельсы Извините, пожалуйста Ну все, с вас тысяча рублей В смысле? Вы же меня даже не подстригли А вы еще подстрижьте хотели? А, ну пойдемте голову тогда помоем Да, пойдемте, пойдемте Что будем делать? Ну, в принципе, то же самое, что на голове Подровняйте Ну, подправьте меня Хорошо На сильную короткую Поняла, хорошо Ты что делаешь? Ну как, покороче Ты что, офцар, что ли? Ну, как это покороче? На лосо? Нет, почему это не на лосо? Как это не на лосо? Три сантиметра хотя бы оставили Не три миллиметра Совсем дурно Как сюда берут вас? Ну, покороче, вы же сами просили Где администратор? Я не буду у вас встречаться Где администратор? Вы тут работать не будете Алена, ты уволена АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот так, друзья АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Знаешь, Аленушка, я Глядя на этот ролик Понял Совершенно правильно тебя уволили Вот я, например, никогда в жизни Не пошел бы к тебе в этот салон красоты И очень зря Вот тебя Я бы хорошо постригла Ну, меня все хорошо стригут Ты понимаешь? Но я понял, что твой основной девиз Нам бы день простоять До ночи продержаться А завтра найдем другую работу Нет Мой девиз другой Я не подстраиваюсь под работу Пускай работа подстраивается под меня Друзья, это была Алена Безработная И у меня вопрос опять к жюри Я бы, конечно, хотел, чтобы та девочка Еще раз все-таки помыла голову И, в общем-то, я рад, что вы Не работаете где-нибудь вообще пите Где бы я мог куда-нибудь прийти Или, например, в какой-то другой отрасли Ну, это хорошая идея на будущее Это была Алена Безработная Доминик, сюда 300 рублей 300 рублей? Ну, я же тебя погладила Так-так, давай Я хочу тебя сейчас Машину перепиши И давай Давай Алена Безработная, друзья Для того, чтобы комфортно Сытно и нормально себя чувствовать в Москве В общем, как дома Нашему следующему участнику Начнут только три вещи Это машина брата Права сестры И немножечко везения Его покойного прадеда Встречайте Неадекватный таксист Роман Хан Привет, Ромочка Здравствуйте, дорогой Здравствуйте Очень рад тебя видеть Да Как дела? Ты давай быстрее У меня клиент сидит, ждет Чем больше подождет Тем больше заплатит Ну что ты Хорошо Рассказывай, чем занимался на этой неделе Я проверял русская поговорка Тише едешь, дальше будешь Интересно, как получилось? Классно А пассажирам не нравится Давайте посмотрим, почему, друзья Давайте Мне интересно 400, нормально? Нормально Поехали Пробки, да? Да Я посплю чуть-чуть Ты возбуди, когда Отпаясь Поехали Так не поспишь Поехали Поехали Да, поспи Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Андрей. Андрей, скажите, пожалуйста, какое ваше любимое время года и почему? Скажите, а у вас девушка есть? Есть. Блин. Саша, я тебя проиграла. Полтос. Я просто поставила на то, что вы гей. Ну ладно, начнем, да? Как вас зовут? Василий. Василий, вы можете передать привет своему городу. Республика Мордовия. Привет. А вы занимаетесь спортом? Да, занимаюсь. Каким видом, как часто и где? Я занимаюсь в спортклубе. Можно мне сильный подбородок? Говорите, говорите. Занимаюсь в спортклубе. А можно мне этой штукой в рот сильно не направлять ее? Может быть, мы завершим? Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какая ваша любимая погода и почему? Такая... У меня к вам такая просьба. Вы говорите, потише, у нас очень чувствительный микрофон. Хорошо? Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот потише вообще. Здравствуйте. Отлично. Скажите, пожалуйста, вы женаты? Нет. 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 Спасибо вам большое. Я желаю вам успеха, чтобы вы нашли именно такую девушку своей мечты. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Потише. До свидания. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Павел, скажите, пожалуйста, какое ваше самое любимое блюдо? Яичница. А почему? Потому что мама научилась с детства. А это что вы делаете? Так, смотрите, почему именно яичница? Потому что нравится. Почему? Потому что нравится. Почему нравится-то? Потому что мама с детства кормила. Спасибо вам большое. Всего хорошего. Можно вам задать вопрос? Давайте, конечно. Вот, а что если, ну, как бы вот вам сказать, но сами понимаете, да? И как вы считаете? Да это вообще-то шляпка. А что я считаю именно? На какой вопрос вы даже не задали ничего, не спросили толком. Ну, как вы считаете? О чем? Молодой человек, не тупите. Я не туплю. Молодой человек, вас покажут по телевизору. Вы можете ответить внятно. Как вы считаете? О чем? О чем речь-то? Что еще? Я задала вам вопрос. Как вы считаете? Что вы думаете по поводу этого? По поводу чего? По поводу моего вопроса. Развод какой-то вообще не знаю. А с вами была Лена Соцопрос. Прекрасная девушка и никакущий молодой человек. Это было шикарно. Друзья, Лена Соцопрос. Знаешь, Ленка, вот я на тебя смотрю и понимаю, как хорошо, когда девушка иногда просто молчит. Ну, знаешь, Доминик, мне кажется, что люди от меня этого не ждут. Ну, тут ты права, тебе кажется. У меня вопросы к нашему уважаемому жилю. Вот, Антон, в первую очередь к вам. Вы не раз сталкивались с подобным интервью. Может быть, не в виде розыгрыша? Если говорить про розыгрыш, мне очень понравился. Смешной, вот если выбирать кусочки, да, приятно, во-первых, то, что не стали. Я думал, что будет, вот как начали с одежды, да, что вот самый безвкусный, Доминик, кстати, вы знаете, наверное, да? Да, безусловно. Те, кто в красном пуловере и в красных этих самых, забыл, как называются. Ну, не в макосинах. В общем, мне очень понравилось. Спасибо. Прекрасно. Ручка, зубная щетка, ложка, 10 баллов. Продолжайте. Держайте. Спасибо. Еще. Это была несравненная Лена, соцопрос. Проводим мы. Знаете, многие жалуются, что в Москве очень дорого жить. Особенно дорогое жилье, действительно. Но в данном случае, можно сказать, что этому человеку повезло. Его жилье стоит примерно 50-60 рублей и меряется совсем не метрами, а килограммами. Именно столько стоит картон в городе Москва. Встречайте, бомж Петрович. Привет. Присаживайся. Спасибо. Ну, рассказывай, как дела? Ну, у меня-то нормально, в шоколаде, можно сказать. Да, местами и в шаурме я там. Ну, чем богато тебе, мы рады. Чем занимался на этой неделе, говори? На этой неделе я нес людям добро. Ну, я чувствую, тебя несет добро. Скажи, как? Получалось, не получалось, трудно, тяжело, легко. Ну, вообще, дело такое неблагодарное. Но лучше посмотреть, да. Давайте посмотрим. Что люди недоверчивые попадаются. Бомж Петрович. Причем Петрович, это диагноз. А у меня сегодня отличное настроение. И поэтому я решил делать только добрые дела. А разрешите стол протереть? Почему? Надо, надо, надо. Он грязный, он грязный. Денький добрый. Лежите, пожалуйста. Вот, спасибо. Просто решил делать одни добрые дела сегодня. Вот у меня, у меня такая... Задача у меня такая. Сегодня это что? А, это... Спасибо. На здоровье. Садитесь, если я не мешаю, я могу уйти. Присаживайтесь. Присаживайтесь, я говорю. Нет, ну что вы, я от чистого сердца. Вы не хотите, как хотите. Ну, не испачкались, простите. Ну, там, ну мел там. Ой, где это вот так? Молодой человек, я тебе помогу просто. Ну, вся спина белая. О, Господи, и вы тоже. Что ж такое-то? Да нет, да нет, ну серьезно. Ну, взрослый пос... Ой, простите, вся спина белая. Подожди. Стой, стой, стой. Стой, стой, стой. Ну, брат, белая. Ай. Вы, простите, вся спина белая у вас. Вы, позвольте. Ну, правда ли? Я вас провожу. Нет, осторожно, осторожно. Я проводить вас хочу от чистого сердца. В Москве ужасное движение. Нет, что это? Смотри, на тебя же едет. Смотри, осторожно. Во, молодец. Я помыть хочу. Помыть просто. Не, 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 не. Держи. Нужно осторожно на красной стороне. Осторожненько. Там машина, красный цвет. Говорю, я очистываю сердце. Я просто ничего плохого не хотел. Просто перевеселся через дорогу. Через Венера. А второй трамвай их кругом. Прилагаю мыть руки после. Салфетки. Ну, зови. Пожалуйста. У вас есть салфетки? Точно? Покажите. А, влечит. Это правильно очень. Салфеточка, пожалуйста, влажная. Очень влажная салфеточка. Ну, вы же покушали, руки надо помыть. Вы не ели, а будете? А можно я подожду, я с вами поем, нет? Решите, я бы помочь вам. Дамы, руку, пожалуйста. Я всем... Не надо. Да, что не... Давайте я вам руку. Я вас всех... Я вам помогаю просто. Это по доброте душевное. Я же вас и там настигну. Я... Сказала, не надо. Дима, давайте почищу, а? Сказала, не надо. Ну, почему не надо-то? Ну, вы же, ну, вы где-то ходили же, ну, вот, ну... Ну, вот, ну, что ты будешь делать? Разрешите, я протру? Задание такое доброе дело делать. Пожалуйста, вы присаживайтесь, можно? Давай, сапожки тоже протрем. Да, да, да. Честно, я точно? Ну, вы же ходите, они же пылятся все. Ну, вы же пылятся. Пылятся. Задание. Девушка, вам не холодно? Нет, ну, холодно же, правда. Ну, я очистываю сердце. Ну, я серьезно. Нет, ну, абсолютно сейчас. Нет, 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 ну, правда. Нет, ну, холодно. Ну, я тебе серьезно. Ну, замерзли, смотри, смотри, смотри. Субтитры сделал. Бомж Петрович, друзья. Да, Петрович, скажи, а вообще кто-нибудь оценил твои душевные порывы? Ну, оценили вот ровно те, кому я добра не принес. Скажи, а будешь еще делать добрые дела какие-то? Да. Хочешь, тебе машину помолить? Не, не, моя чистая, не надо. А если ты ролик видел, то я мою только чистые машины. Ой, полицию, раз в тепло. На самом деле, мне кажется, нужно лично называть своими именами. И Бомжу Петровичу очень хорошо удавалось ускорять людей, чтобы они быстрее добрались до дома. Надо было говорить, не давайте я вас переведу, давайте я вас утюблю. Давайте вы быстрее попадете домой, давайте я вас ускорю. Вот это реально работало. Бомж Петрович! Бомж Петрович, на мой взгляд, слично поработал, я тебя даже обниму. Бомж Петрович! Наши следующие участники так много спорят, что даже не спят. А не спят они тоже, потому что поспорили. Встречайте! Ваня и Антон! Бомж Петрович! Здорово, Новини! Привет, ребята, привет! Здравствуйте, друзья! Здравствуй, Джокер! Привет, привет, привет! Здравствуйте! Здравствуйте, гости дорогие! Здравствуйте, люди добрые, ниже поклон у меня! У меня ниже поклон, здравствуйте, дорогие друзья! Чего он бьет? Все, все, прекратите. Это может продолжаться вечно. Тихо, тихо, присаживайтесь, давайте. Давай, давай. Раз, два, три. Ну, вот что с ними делать? Скажите, чем занимались на этой неделе, чем вы нас развлечете, чем удивите? На этой неделе мы с моим братом поспорили, кто больше потрогает людей за нос. И это реально смешно! Да, вот тут я с тобой не поспорю. Внимание, друзья! Великое дело, они друг с другом не спорят. Смотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Секрет не будет. Не будет зажигалки. Не расскажете, сколько времени? Ну? А, новый Арбат. Да, вот куда? Точно, нет. Извините. У нас куговица отборилась. Новый Арбат, он и в той стране получится? А не подскажешь, новый Арбат в той стране находится? В Новослободском мне в ту сторону идти? Вот так. Вон туда? Нет, вдоль вот этой вот. Прикол. А? 1457, а там пятно, что ли? Да, да, да. Вот здесь. Спасибо. Вроде нет уже. 1457. Все, спасибо. А новый Арбат в той стране находится? Нет, вы оттуда шли? Получается, если это получается, вон туда, вон. Серьезно? Да нет, на самом деле я обман. Надо идти вот туда, вон. Оп. Серега, вот первая, она левая. Серега, может, у меня тоже по-моему стоит так сделать? Сигаретки не будет? Будет самокрутка. А давайте. Ходом. Да? Да. Ну да. Может быть. Нет, я все равно вам скучусь. Да, да, да. Пора. Сейчас, сделать хлоп. Хлоп. Можете тоже сделать. Птиц. Так. Птиц. Спасибо. Давайте посмотрим. Хлоп. Не подскажешь, где трампунт ближайший здесь? Там, где трампунт. Сердце. Что-то здесь. А, это просто красный. А тут. Пошли. Пошли. Красный. Как вам вообще пришла идея трогать людей за нос? Кому в голову это пришло? Доминик, что ты тупишь? Нос находится на голове, далеко идти не надо. Все просто очень. Логика железная. Антон? У меня некоторые позабавили респонденты. Мне интересно, вот что люди думали. Да? Два человека. Человек с самокруткой, когда его за нос трогали. Он дожал. Он сказал, что он настоящий мужчина. Вот что он при этом думал? Почему этот человек трогает мой нос? Я клевый. Спасибо. Спасибо, братцы. Так, Ваня и Антон. Все, хватит. Нормально. Спасибо. До свидания. До свидания. Друзья, добрый. До свидания. Иди ты первый. Иди ты первый. Все, все, друзья. Все. Ваня и Антон. На сегодня это были все ролики. И теперь вопрос. Кто же из них был самый неповторимый, самый смешной, самый удачливый, самый безбашенный? Кто понравился больше всего? Кто насмешил больше всего наши жюри? И бомж Петрович или Ленасу спрос? Может быть, это Алена безработная? Может быть, это Ваня и Антон? Друзья, может быть, это был злой заяц, в конце концов? Может быть, этот спор выиграл абсолютно неадекватный таксист по имени Хан? Решать вам, друзья. Что скажут наши жюри? Как известно, человеческая память имеет предел. Для того, чтобы изгнать вот этого беса с одиозной жюри, я заложу новый термин в вашу голову, Доминик. Называется «Кто был наиболее юмористически имманентен?» Юмористически имманентен. Юмористически имманентен. 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 Необходимо присущ. Необходимо присущ. Отлично. Всё. Вот на словом «присущ», он будет думать над-два. Во-вторых, мы посовещались, и, конечно же, Леночка «Соцопрос» сегодня завоевала первое место, по нашему мнению, и её мы хотим поздравить сегодня. Домиана «Соцопрос»! Сегодня, на мой взгляд, лично на мой взгляд, все были смешные и моментные, необходимо присущие, как говорит Валдес. Но именно Лена сегодня была максимально безбавшенной. И именно тебе достаётся этот кубок. Лена, «Соцопрос»! А я напоминаю, что это было шоу «Без башни» и я, ведущий, Зоминик Джокер. Увидимся через неделю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!